Развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии, построение потребительской базы на основе современных технологий позволит Азербайджану в полной мере реализовать экспортный потенциал энергетических ресурсов. По мнению экспертов, увеличение объёмов потребления энергии, получаемой из зелёной инфраструктуры, снизит объёмы внутреннего потребления газа, как сырьевого ресурса, для получения энергии. Важный импульс данной тенденции придаст проект по превращению Карабахского региона в зону зелёной энергии. Существуют все подходящие условия для развития ВИА в Азербайджане. И поэтому совсем не случайно, что к этому проявляют интересы международные энергетические компании. Мы знаем, что Министерство энергетики подписало соответствующий меморандум с такими компаниями, как BP, Total, и они проявляют интерес к конкретным проектам на конкретных участках. В том числе и, кстати, в освобождённых территориях. Говоря об освобождённых территориях, следует также отметить, что те же самые условия присутствуют там и даже больше, потому что там практически всё будет построено с нуля. Азербайджанские компании активно принимают участие в международных проектах, что позволит набрать опыт для создания современной энергетической инфраструктуры. Так, частный сектор страны примет участие в проводимых в Казахстане аукционах по использованию возобновляемых источников энергии. В настоящее время там разыгрываются тендеры на сооружение электростанций, использующих солнечную, ветряную и водную природные ресурсы, а также биогазовые электростанции. Есть очень большие амбициозные планы насчёт увеличения удельного веса возобновляемой электроэнергии в производстве всего общего объёма. То есть в этом плане, думаю, есть очень хорошая платформа для взаимосотрудничества между двумя странами. Сегодня в Азербайджане доля возобновляемых источников энергии в совокупной электроэнергетике составляет 17%. К 2030 году данный показатель планируется довести до 30%. Фат Байрамов, Сибиси.